Субтитры сделал DimaTorzok Здарова, вот и подоспел новый ролик по DarkRP Fauna, который вы наверное не особо-то и ждали. Почему не ждали, объясню. Из раза в раз у меня в роликах попадаются то быдло-донатеры, то быдло-школьники, то просто школьники, то просто быдло, то донатное быдло и так далее. Но сегодня я вас уверяю, достаточно особый случай, потому что к нам на Боброград зашел русофоб. Да, это при том условии, что Боброград является российским сервером с русскоязычной аудиторией, который располагается в ру-сегменте DarkRP вкладки в этой игре. И с учетом всех этих фактов, я не понимаю, зачем этот человек заходит, играет на постоянке на этом сервере, а также сюда донатит, раз он так сильно ненавидит. Ну да ладно, я сегодня с себя скидываю бремя госсотрудника и попробую сыграть за микробандита. Если что, ребята, я снимал на сервере Боброград. IP, группу, а также промокод я оставлю в описании. Помимо этого, ты можешь поучаствовать в розыгрыше, который был сделан в честь свежего обновления. Позвольте немного повъебываться перед началом ролика. У нас на сервере появились уникальные мультибинды, такого нет нигде. Они созданы специально для того, чтобы упростить вам РП от игровки. Это и несколько других нововведений ты можешь почекать и проверить в группе в ВК, а потом зайти на сервак. Погнали! Русский бот, Гантон! Я тебя убью всех, блядь! Прицеливаться не надо. Взойдите кто-нибудь один, просто выбейте нахуй двери им. Че вы стреляетесь с ними? Че нету, че нету. Раз. И вторую давай сразу. Еще один наверху. Готов. Ну вот и все, а вы стояли и ебались, ребят, не благодарите за идею. Короче, кто не знал, мы даем такие бусты неплохие госсотрудникам, чтобы популяризовать эти профессии, а то в основном в Дарк РП заполонили краймеры, бандиты и так далее. И в противовес им просто госов с какими-то дефолт-пушками ставить, ну такое себе на самом деле. Поэтому мы что решили сделать? Мы нашли один интересный пак такой, кажется, и записи, и чего-то еще. У какой-то из моделей оружия улучшены уроны, или же скорострельность, и точность, и так далее. Поэтому должно вам, по идее, понравиться. А, вы что, снова с этой тактикой, да? А, вы что, снова с этой тактикой? 50 в голову, с учетом того, какая тут скорострельность, но это пиздец. Покиньте территорию рейда. Да, я с ним стою, там где, это. Там где, вон где. Дальше отойдите. Ну что, совсем не нормально? Слушай, иди выбивай, иди выбивай. Да, 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 иди выбивай. У меня... Ебать, ты тупой, тебя расстрелять на месте, сука, съебался с территории рейда. Ну что, дурачок? Так вот, я с ним стою. Там где он, там и я. Идиоты, блядь. Не лезь, не надо, не надо, пока не лезь. Вызов делай, вызов делай просто. Да и все. Идиоты, блядь. Блядь, там кто-то есть. Понятно. Подожди, это скин или донатерское оружие? Это не донатерская пушка, это пушка ивентовская. Новый год закончится, ивент, и пушку эту ты уже не увидишь. Ее можно на один раз взять себе. Но каждый раз ты за это будешь отдавать 150 конфет вон там. Да это не скин, я тебе говорю. Это отдельное оружие. У него скорострельность, урон и так далее лучше, чем у остальных. Пока ивент, это самое блатное оружие. Постой, 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 лови, 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 лови. Просто сейчас стой, лови то, что я тебе кину. Да, пойдем, отойдем, пойдем, отойдем. Лови, стой, постой, остановись, остановись. Что ты, человек? Да уйди. Так, встань вот сюда, чтобы я тебе просто скинул. А то пизданет кто-то. Вот просто зайди туда, зайди, зайди, зайди. Я не буду ни наебывать, ничего. Это хава для воды или что? Все, забрал. А его в инвентарь надо было? Ну, ты нажал, и я на него. На Е? Ну, на Е нажал когда-то. Но теперь открывай донат меню и активируй. Я ему просто делюксу выкинул. У меня инвентарь забитый. А он по-другому делюксу сколько стоит? Ну, смотри, он сейчас продается только в делюкс-паке, а делюкс-пак стоит 500 рублей. Ты делюкс уже ССС, слышишь? Ты делюкс. А, что? Ты делюкс. Ну, 500. Ты 500 рублей мне дал! Просто подарил! Ну, грубо говоря, предмет стоимостью 500 рублей. Ты мне делюкс всегда подарил, спасибо! Не за что, играй. Если бы это было в реальной жизни, я бы тебя обнял. Спасибо. Не за что, не за что. Спасибо. Так, слышишь, комендантский час, давай домой по-быстрому иди, купи себе какой-нибудь дом и сиди-ка мы сейчас давай, чтобы мы тебя не арестовывали. Вяжи, вяжи, вяжи его, если чё, если чё, на прицеле, вяжи его. Не дома вкачай, давай вяжи. Он снизу слепал. Понятно. Лицом к стене, по какой причине ты стреляешь? Он сбежал во время ареста. Кто? Там, блядь, никого нет. Там был человек. Тогда объяви его в розыск. Ты же его пытался арестовать. Значит, знаешь... Объяви его в розыск. Объяви в розыск, а не стык. А, думаешь, он будет слушаться? Перед ним трое стояло. Никогда раньше не понимал смысл игры за Госса, но сейчас мне очень нравится. Халявное, блядь, оружие. Халявное ношение оружия в общественном месте. Ребята, час ночи. Значит, ебашимся с боссом. Извините, кому попал по ноге. Чтобы поймать микробандита, нужно самому стать микробандитом. Либо ненадолго очутиться в его шкуре. С этой части видео я меняю свою профессию с госсотрудника, который вы уже полюбили по всем моим недавним роликам, на нелегало. Те, кто не до конца понимают смысл моих видео, наверное, сейчас напишут, что ты же сам ненавидишь эти профессии и тех, кто на них играет, и ты в итоге сам эту профессию берешь. Ни в коем случае, если бы я ненавидел эту профессию, была бы она у меня на серваке или нет. Сами подумайте, это первое. У себя в роликах я неоднократно подмечаю то, что челики, которые играют на нелегальных профессиях, рекордно больше нарушают правил, чем обычные игроки. Так вот предыстория. Пришел я немножечко подпит из бара и решил пойти поиграть за микробандита, попробовать зарейдить хотя бы одну квартиру или же ограбить кого-то на условные пять тысяч и посмотреть, что будет дальше. Что-то тут интересно. Так, камера. Раз, камера. Берите трубку, блядь. Алло. И теперь можно выбрать избранные пропы. Короче, навели на предмет, нажали Е, и у вас будет избранный проб. Ну, например, вот эту куклу и картину. Все. Они у вас в избранных. Вы можете также сделать категории. Да. Очистите эту категорию, и у вас опять все чистенько. Без каких-то пробов. Вот этот момент я не уточнял, но мне кажется, что челик в зеленом, который находится в конце коридора, профессия незримая. Он просто так напал на этого байкера, и скорее всего у него не было заказа, что нарушает его правила, потому что по правилам он должен нападать только тогда, когда у него либо есть заказ, либо самообороняется от кого-то. Замаживайся. Пока пойду, я сейчас успею деньги с маленького забыть. Я убил враг. Холл врага. Ну, просто здесь на госа напали, я решила там... А что, опять сейчас гос придет? Сейчас, блядь, будем защищаться от госов, пиздец. Сейчас защищаться от госов будем. А что вы здесь, чем? Слышь, сейчас гос опять придет, открывай, будем защищаться вместе. У нас какой-то... У нас, блядь, тут кто-то построил дубликат, ебанутый, блядь, сука. Пиздец, я к челам пришел, блядь, ты видел какого-нибудь у него дома, блядь, вообще? Вот этот, что ли, вот этот? Да, да, да. Я не его, блядь. Ну, какой-то непонятный. Сенсор, блядь, на хату уйди, у нас тут дед какой-то, блядь, садоит, права качает. В смысле? Ну, дед, что ли, блядь. А, причем-то права качает? Я же говорю, сейчас мент придет, будем защищаться все вместе. Не понял. Че? Я же говорю, сейчас мент придет, будем... Ты меня слышишь, нет? Я говорю, сейчас мент придет, опять будем защищаться от него. Ты, блядь, рада приличия, хотя бы подошел, там, не знаю, с ломозом, с лами, там, все, что-то такое. Ты, пидры, с ним, а проражешь. Ладно, короче, приличный, к стене оба лицом, открыли мне кейпады, куда-то дернешься, а ебну по тебе. Окей. Долбоеб. Вышел сюда, открыл. Я твоего друга, ебну, ты понимаешь, нет? Да, блядь, блядь! Ну так вот, ребята, с этого начинается мой рейд, я ожидаю взлома первого кейпада, который откроет мне доступ ко всей квартире. Вы скажете, ну ведь по правилам рейд считается рейдом только тогда, когда ты взламываешь самую главную дверь отмычкой. Вы шо, серьезно? То есть вы мне предлагаете повторно взламывать уже взломанную дверь? Это пустая трата времени, тем более при таком раскладе, когда к тебе постоянно возвращается челик, которого ты рейдишь и пытается тебя убить. Приветики. Ну ты че, ебнулся совсем? А кого я опять пиздану, вот интересно? Опять? Ще я на вар охуеть? Ты дурак совсем, шо ты делаешь, бля? И сколько мне вот так вот, блядь, защищаться от него? Когда у него крыша нахуй поедет? Рейд завершен. Только я особо ничего не получил с этого, смысла никакого типа нету вообще. Далее я вспоминаю все-таки то, что это был модератор, который играл в РРП профессии и нарушил целых два правила, а именно ФРРП и НЛР. ФРРП, когда он убежал и достал оружие в ответ, начал со мной пытаться стреляться и НЛР дважды, когда он возвращался на место рейда, чтобы меня убить. Однако, ребята, мне попался все-таки мой сын. Удивительная быдла, которая решает то, что если его тэпают на жалобу, то нужно обязательно кого-то разъебать, а не просто обсудить ситуацию, кто виноват, кто прав и так далее. У тебя ФРРП и НЛР. Это не меня, пожалуйста, назад, я чего-нибудь украпил, после этого меня тут даже. Ты забил на наш РПВД от рейд, почему я должен не забивать на то, что ты кого-то грабишь? А теперь смотри, сейчас будем разъебать потихонечку. Смотри, ты говоришь по поводу НЛРа. НЛРа не было. Кого разъебывают? А, НЛР, кстати. Ну, получается, твои тезисы. Смотри, НЛР у тебя, ты говоришь, тезис по поводу того, что у меня НЛР. Ты, блядь, одупляешь, что ты говоришь? Да, я одупляю, я одупляюсь, ты так еще раз будешь с вами по мелом базарить, я тебе его нахуй оторву, давай продолжай. Ну, давай, одупляешь, рассказывай. Я послушаю, выдам тебе потом бан. Можешь, пожалуйста? Да, я. Ля, можешь, пожалуйста, вот так, ну, у меня вот человек, получается, разбирает. Ну, получается, выносит мне какой-либо вердикт, то есть говорит мне, кроме моей нарушения, которые были в РПС, я хочу позвать третьего администратора. РП. Да. Можешь позвать, пожалуйста, можешь подлететь, потом мне с ним, окей, спасибо. Ребят, я вот что-то не припоминаю ни одной жалобы, которую я разбирал, или же ситуации, которую я обсуждал с человеком, который откровенно нарушил правила. Я не давал добро ни разу на то, чтобы сделать какой-то, блядь, звонок другу, типа «Админ, привет, помоги, тут какой-то пидорас меня хочет забанить!» Мало того, что он трижды послал нахуй два правила. Один раз в РП, два раза НЛР. Мало того, что он забил на адекватный формат общения, начав его с того, что он будет сейчас меня разъёбывать и все мои тезисы. Где-то я это уже слышал. За какие заслуги я тогда должен терпимо относиться к тому, что он во время разговора со мной на моей жалобе берёт, звонит админу и начинает ему говорить, типа «Тэпнись, пожалуйста, разберись». Сейчас, подожди, секунду. Ты пришёл на место Рыда отбивать его после смерти уже два раза. О чём речь? Смотри, я буду давать тебе в конце жалобы за неадекват, потому что ты мне говоришь закрыть свою иглу и так далее. А безусловно, то причина Дарья. Нет, ты не будешь этого делать. Ты не будешь этого делать, потому что я так не делал. А я буду это делать. Смотри, Дарья, ты мне говоришь по поводу того, что у меня НЛР, НЛР, возможно, я согласен, да, окей, хорошо. Смотри, НЛР не было, поскольку. Постольку. Сейчас будем разъёбывать потихонечку твои тезисы. Бля, пожалуйста, читайте, ребята, больше. Читайте больше. Я не могу каждый раз в каждом новом ролике какие-то новые слова вкидывать, чтобы вы их пиздили. Ну, не пиздили, а хорошо, заимствовали. Но читайте, пожалуйста, больше. Я как будто, правда, с микроверсией себя разговариваю, десятилетний, вот когда вот это вот всё слышу. От этого тупо смешно становится. Благба, Браграда развивается над городом и этим вокзалом. В общем, он объясняет так, что вы не взламывали двери и как бы проводили тем самым якобы рейд. В смысле, двери не взламывали? Он нарушил в это время феррер П. Ты взламывал? Ну, именно главное, дверь ты взламывал. А что взламывать, она открыта? Получается, рейды как такового не было, потому что рейд начинается с взламывания двери. Ну, я взламывал самый первый ФД, чтобы пройти. ФД, да, это я понял. Он об этом тоже рассказал, потому что взламывали ФДшки там и так далее. Ну, так, так чё, может я расскажу тоже? Вот, а по поводу НЛРа, он говорит, ну, то есть, по сути, как такового... Ребят, я думаю, в этом и в будущих роликах можно пропускать те части, когда я рассказываю ситуацию от начала и до её конца, потому что вы и так это всё видели на материале. Я пытаюсь максимально не обрезать эти моменты, чтобы видели ситуацию. Это занимает слишком много времени, и лучше было бы, наверное, вставлять какие-то ключевые моменты, где есть конкретные претензии. Вот тут, например, момент, где я говорю про какое-то нарушение, и потом могу, возможно, вам показать на стадии монтажа этот фрагмент. Тэпаю его, он начинает со мной странно разговаривать. Во время разборки он начинает звонить тебе, как я понял, рассказывать о том, что вот, тут человек не совсем адекватный, вот неадекватно себя ведёт, а перед этим звонком он вкидывает, сейчас будем тебя разъёбывать. Думаю, а кого-то разъёбывать-то собрался, сынок. Я тебя вообще-то тэпнул на спокойный чах, скажем так. Тэпнул просто сказать, что у тебя вот это нарушено, а ты это воспринимаешь как типа разъёб, серьёзно? Ну, а посидел, подумал, что он так со мной разговаривает. Я его просто тэпнул, понимаешь? Я его просто ограбил, я его просто три раза убил. Я не давал такого хорошего повода, чтобы на меня высираться. Так я тебя разъебу сейчас, ты меня тэпнул. Вот. Потом я ему говорю, чтобы он хлебало своё закрыл, за помелом своим следил, иначе я его нахуй оторву. И тут он уже начинает мне угрожать, нарушая правила 2.7. Угроза администрации. Потом он мне хочет переписать неадекватность, и говорит, выдаст мне в конце неадекватность, или типа я получу неадекватность. Я так и не понял особо. А что, обязательно быть Артуром, чтобы тебя разъебать, серьёзно? Не-не-не-не, подожди, подожди, подожди. По поводу неадекватности, и тут, да, тут тоже вы нарушили, это факт. Но вот я сейчас объясню по поводу рейда. А вы бандит, или вы господин? Я бандит, я бандит. Бандитом был. А что, успокойся, ты сам на меня ЖБ подал, заплакал, из-за того, что я тебя просто зарейдил, убил три раза, причём ты нарушил она, и пришёл именно со мной стреляться. Ты что, будешь серьёзный НЛР этот отрицать? Ты пришёл, с оружием в руках, забежал, пытался меня убить. Ты можешь дамаги глянуть. О чём речь? Что, успокойся? А что там было? Ты просто пришёл ебашиться с челом, да? Вот просто так? Да дай нон-рп выбирать, что тебе больше нравится. Я что-то помимо твоего заезженного, не одупляешь, услышу, дельное, например, на этой жалобе. Факта рейда не было. А то, что я оружием угрожал, то, что я убил чела, исполнил свою угрозу, так скажем, это для тебя вообще шутка. Ну охуеть теперь. В общем, смотрите, единственное, что я могу ему выдать, это неадекватное поведение. Так у него тогда тоже неадекватное поведение? Ну, так после вашего. Я считаю, он на шепоте не сидит, а вы не сидите. А в смысле после моего? А в смысле после моего? Я же просто его тэпнул, объяснил ему, что вот он нарушил то-то, то-то. Он же сам воспринял это как попытку утвердиться за счет вот этого админа, который его зарейдил. Сейчас мы тебя разъебем, сейчас будет разъеб твоих тезисов, потом... Ну, что-то в таком духе. Вот я ему и сказал, то, что кого ты разъебывать собрался, запомилом своим следи, иначе я его тебе нахуй оторву. Вот, да, по поводу этого. Вот, по поводу этого и неадекватное поведение. Но так это же было не с моей подачи. Я это вкинул в ответ человека, который вот начал в таком формате говорить. Но не я первый, я просто тэпнул. Он говорит то, что... Он говорит то, что он... Что вы сказали? Ну, он мне сказал то, что сейчас вот тебя разъебем вот все твои тезисы. Вот, он сказал то, что вы разъеб... Он разъебет вас. В ответ вы начали его затыкать, причем в грубой форме. Так, это может... Ну, вот так как бы администратор... Так, ты слышишь, о чем я говорю? Я ему сказал просто за языком, грубо говоря, следить. Но в таком же формате, как и он, мне сказал про разъеб. Он сказал... Он говорит то, что вы сказали, что за помилом своим следи. Ну, да. Ты не понимаешь смысла этой фразы? Следи за помилом то же самое, что следи за языком. А кто ты, интересно, такой? А, ты Квадрикс из Беброграда. Точно. Тебя ж все знают. Охуеть. Я звездой, видимо, говорю. А, точно. Модератор. Бля, ну, уважение тогда к тебе охуеть, наверное, должно быть. Я просто не знаю. Ты тоже получается ноунейм. Ты... Ты френдлифайришь. Понимаешь? Нет, ты модеру говоришь, что он ноунейм. Потом говоришь сам, что ты тоже модер. В чем логика? Ай, короче... Как я понял. Да мне похуй, сколько ты на серваке играешь, если я правила лучше тебя знаю и не нарушаю хотя бы. Факта рейда не было? Хорошо. Читая правила рейда, рейд начинается с момента взлома. Взлома, чего конкретно, не говорится. Я находился на территории, в которой я рейдил. Я бы... Это можно... Я ж... Взламывал... ФД. ФД взламывал, понимаешь? Я не левый какой-то ФД взламывал, а потом на него предъяву кидаю, то, что вот, я взламывал чей-то ФД, а ты тут, сука, виноват. Я взламывал ФД, квартиры, в которой он живет. В которой он держит манник, скорее всего. А он держал там манник. Да-да-да-да-да. Бля, а что это тогда, по-твоему? Просто... Ну, как ты это тогда по РП объяснишь? Что это за хуйня была, которую я взламывал? Кейпад. Кодовый замок, сука, на чем стоял пиздец. Фейдинг дур. ФД. Сокращенно. Фейдинг дур. Скрывающаяся дверь. Шо это, блядь, раз не дверь? Гений. Короче, там написано правило, типа, говорит, начинается с сам вздума. Если так заоупотреблять этим правилом, то это может быть как рула бус, так как, типа, недоработка правил. Но так как вы взламывали первую фдшку после того, как дверь была открыта, как я понял, да? Начали взламывать событие, ну, первую фдшку, поэтому это можно зачитать как рейд. Я согласен, в принципе. Но вот по поводу, блядь, как он, неадекватность. То есть, ну, во время жалобы, во-первых, которые я так... Неадекватность? Вот вы начали затыкать его после слов. Я не заткнул ему. Типа... А, ну, по-моему, я понял, да. То есть... Я его попросил за языком следить. И просто не более. Просто адекватнее общаться со мной. Я его просто тэпнул объяснить ему нарушение. Он мне говорит, там, вот, сейчас я разъебу все твои тезисы. Что, это нормально по твоему? Ну, вот я бы сейчас оказался бы на жалобе, и ты бы меня тэпнул вначале. Я бы тебе сейчас сказал, я тебя сейчас, блядь, разъебу, пиздец тебе нахуй. Понял меня? Все твои тезисы и тебя самого. Ну, тебе приятно было со мной разговаривать на жалобе, нет? Ну, да. Видишь, я же с тобой по-человечески общаюсь, потому что и ты со мной так же. У него, возможно, сейчас просто, когда бан спадет, он... Нет, это не угроза администрации, это просто... Нет, он мне говорит про конкретное наказание, которое я получу после вот этой жалобы. Там я получу, что... Еще неадекватность и все в таком духе, но я стою ему, пытаюсь объяснить, что он сделал не так в той ситуации. Он это до пизды. Посередине жалобы забанил. Ну, потому что я вынес решение, что у тебя НЛР и эфир РП. Ты пришел во время рейда два раза подряд. Я, конечно, не знаю, стакается ли НЛР, но если стакается, то тебе точно не час должен. Нет, там не стакается, там просто сроки бана есть, можно выдать максималку, можно минималку. Когда он нарушает постоянно, значит максималка. Когда один раз минимал. Два подряд. Я написал Медузу и сейчас буду ждать ответа. Да, хорошо, у меня подметить хочу кое-что. Раз вы так ратуете за мою неадекватность, когда я всего лишь сделал замечание. Нет, нет, я просто... О, подождите, сейчас... Вот. Я тогда хочу провести диалог о помехе разборкам. Когда человек неадекватно реагирует на мои замечания. Я сделал одно замечание, его должно было хватить для того, чтобы поменять формат общения. Он этого не сделал. Блядь, какой у меня, блядь, неадекватный? Ты чё, серьезного сейчас? У тебя неадекватный? Ты мне говорил потише разговариваешь, что там за окном, да, блядь. Ебой. Ой, блядь, помилуй или как ты там говорил. Ты хоть предложение сформулируй перед тем, как что-то выкидывать. Перемножение, да, блядь. Какое перемножение? Ты чё, слухом? Книжь покрою хотя бы раз в жизни. Так, мне уже книжки не нужно открывать. Давайте сделаем так, поадекватнее, пообщимся просто на спокойных... А мне зачем книжки? Такая у меня помеха разборкам, блядь. Такая у тебя помеха разборкам? Я тебе сказал, адекватнее себя вести, разговаривать нормально, следить за языком. Да, если ты этого не сделал. Чего-то не сделал. Как бы ты своим языком садил, блядь. Да. Ты сказал, помилот свой заткнуть вообще. Да. Потому что ты себя ведёшь неподобающе на жалобе со мной. Будешь себя вести дальше, я тебя предупредю, что... Подобающе себя ведут. Ты себя неподобающе ведёшь, так не должен говорить администратору, блядь. Так ты такой же администратор. В чём дела? Ущемился? То есть ты мне тут раскидываешь, что ты модератор... Я ущемился с этой жалобой. Ты мне раскидываешь, что ты модератор, а я вот ноунейм, оказывается. Так мы с тобой одного ранга, друголётчик. Почему одного ранга, блядь? Оба мы модератора. Сразу, блядь, на 40-й на видео, блядь. Хуёво смотришь, значит. Вообще, блядь, просто зашёл, блядь, хуйнюку это делать. Просто ваше... Начёл, блядь, а снова. Ты просто пришёл, блядь, начал ломать ФД. Но я захотел вас ограбить. В чём проблема? Я подловил хороший момент, когда вас будет двое в моём поле зрения, у тебя друголёк твой. Зашёл мне за спину, проигнорил ФРРП. Достал в ответ Дигл, получил пизды, потом после него получил пизды ты. И потом ещё два раза ты получил пизды. Какие у меня нарушения, получается, он предъявляет? Угроза администрации. Где я тебе угрожал? А чё ты орёшь-то так? Просто так, как он вам угрожал, а вы, как бы, как администратор, вы начали разговаривать с ним, ну, немного в грубой форме. То есть, так как я могу сочетать... Я... Подожди, сегодня. Так как я могу сочетать, это за недоконасы у него за... Этот, за... Как оно, блядь? Неадекватная... Эта угроза администратору, то я думаю, можно простить, просто вам обоим это правило. Ну, слушай, он же предельно недоволен, по нему это видно. Видишь, у него нервный тик. Он начал бегать, оружие перебирать. То ли застрелиться хочет, то ли просто пострелять, хуй его знает. Я, скорее, тебя в ебало востребляю, чем застрелю, знаешь? Правда, поднял, пожалуйста, перебирай. В общем, я считаю, то, что вам просить вот эти два нарушения... Да нет, я сейчас досмотрю демку, досмотрю демку, посмотрим, у кого наебали больше нарушений. Он мне говорит дословно, смотри, я буду выдавать тебе в конце жалобы за неадекват. Ну, то есть, он про меня говорит, что он выдаст мне наказание за неадекват. Это первое мое предупреждение о том, чтобы человек себя адекватно вел и адекватно разговаривал со мной. Первый предперебивание, и дальше будет опять точно неадекват. Давай, вперед. В общем, сейчас еще пару секунд демку смотрю и еще уточняю. По поводу неадекватного поведения. То есть, смотрите, у вас, у обоих, как я понял, у него, если так, натянутая угроза, у вас неадекватное поведение. Поэтому, я думаю, лучше будет, если вы просто просите друг друга это правило. А в смысле... Умоляю, запомните, пожалуйста, этот момент про 350 рублей. После этих слов в админ-зоне начался сущий кошмар. Жду мемчики на эту тему у себя в ТГ-предложке по ссылке в описании. Блядь, ты че совсем ненормальный? А я не смог тебе выдать, потому что меня заболел. Ну, потому что правильно сделал. Нахуй мне еще получил какой-то неадекватный, выдавать которого не было. Я неадекватный. Я неадекватный, блядь. Ну да, ты особо не тянешь на номинацию адекват года. Зашел похуй не доебаться до кого-то надо было, да? В смысле доебаться? Я зашел просто зарядить квартиру, ты решил нарушить несколько правил. Молодец. Я зашел поиграть, я играл. До этого момента. То за мента, то за бандита. Вот и все. У него решение просить вам эти два правила по поводу неадекватного поведения и его груза администрации, а по поводу еще есть какие-то жалобы? Блядь, если бы были оскорбления, то я бы очень сильно бы его обозвала так. Ого, пиздец. Как меня может сильно обозвать Квадрикс из Беброграда? Охуеть. Пси из Беброграда. Нет, может оскорбить только твое незнание правил, не более. У тебя, блядь, ник? Охмайготфаг, блядь. Ты издеваешься, блядь? Давайте еще про правилах говорить, у него получается будет неадекват, блядь. Почему? Я же просто сказал, что у тебя ник смешной, блядь. Квадрикс, блядь, вообще. Квадрикс, ну еще лучше, блядь. У тебя Охмайготфаг, блядь, вообще, ник? Ты издеваешься, блядь? Смотри, блядь, ну че у него в адеквате, он мне всю ЖБ говорит, что я ноунейм, у него, он круче, у него целых пять дней больше онлайна, чем у меня. Охуеть, просто. Бля, выруби колонки, пожалуйста, я заебался с тебя слышать еще дважды. Смотри, блядь. Куда? У него? Смотри, у него же не онлайн-паху. Нет, можно отрывать на себя, ведь онлайн-паху за хуйня. Русский бот-гантон! Что, блядь? Я вообще не русский, сука, что совсем ненормально. Ты послала шлюха, блядь! В этот момент я понял. К нам на сервер зашел маленький русофоб. Хочу подметить то, что у нас по правилам сервера такое максимально осуждается, и человек улетает в перманентный банк. Мы против разжигания ненависти в любом формате, потому что люди, это прежде всего люди, неважно какой они национальности. Нету плохой нации, есть только плохие люди. Да и вообще, если ты являешься русофобом, то ты по определению кончен. Это первое. Второе, раз ты русофоб ярый, который не стесняется этого показывает, зачем ты заходишь играть на серьезночах на русскоязычный сервак. Вообще, этот спич может быть направлен абсолютно к любой группе лиц, которая как-либо способствует ущемлению другой национальности в какой-либо сфере, даже игры, к примеру. Челик в этом случае выбил себе даблдаун, будучи в соло, но это просто достижение. Сука, блядь, гондон ебаный, блядь. Понимаешь, ты... Ты понимаешь, что ты себе сейчас... Бля, я на жалобе с гомункулом, ребят, отвечаю. Ладно, давай еще что-нибудь. Русский гондон... Блядь, ты нахуй, блядь, русский долбоеб. А ты какой национальный? Хорошо, хорошо. Постой. Хорошо, хорошо. Вопрос просто... Вопрос просто... В Литве, я знаю, там... не очень, блядь. А чем тебя нация не устроила? Нация гондонов, сука. С историей, блядь, гондонами были, так и остались, блядь. Слушай, но... Там-то... Ты какой-то про историю обобщенный слишком факт даешь. Всю историю гондонами были. А ты кем сейчас являешься? Ты же просто подрастающий микрогондон. Рапанадцы, блядь, шлюха, ебаный. Иди, блядь, картошку копай, ебанадцы. Иди водку, блядь, себе обебальник разбей, блядь. Гондон, сука, ебаный, блядь. Ты понимаешь, блядь? Я тебя, сука, вертел нахуй, блядь. И всю твою Россию, блядь. Страна гондонов, ебаный, блядь. О, сука, изменил, блядь, гондон, ебаный, блядь. Как были гондонами, сука, нищими рабами, блядь. Так и меня остались. А ты богатый? Ну, подожди. Я в отличие от тебя, блядь, в свободной стране живу. Я, конечно, все понимаю. Я это прекрасно понимаю, но... То есть, потому что... Ты богатый, в отличие от меня, да, говоришь? Просто говоришь, я нищий. Просто вопрос такой, а почему мы нищие, рабы, ну, русские? Блядь, подожди, слушай. Кроуд, Кроуд, послушай. Блядь, Кроуд говорит, он говорит, мы нищие, а он, блядь, трясется 350 рублей за модерку. Охуеть просто. В Грисмодсервии. Ты... Крестьянин, блядский. Ты крестьянин ебучий. Батрак, блядь. Нет, я просто... А разжигание розни устраивает только как раз таки вот он. Я ж ничего такого и не говорил. Я просто сказал, что он крестьянский выблядок, и все. Цирк, ебаный, блядь. Главный клоун прямо здесь. Просто не думал, зачем так сгореть надо будет? Потому что крестьянин ебучий. Крестьянин, блядь, просрал 300 рублей. Вот так вот. Сколько на вашу валюту 300 рублей будет? Пять с половиной евро, кандон, ебаный, блядь. Ну ты вот за пять с половиной евро убийца готов, блядь, совсем. И ты говоришь, что мы нищие. Ты что, лодку рвешь, грубо говоря, за пять евро, чел? Когда я уже простил вам нарушение, вот эти оба, и мог бы просто вас отпустить на хорошую ночь. Или, блядь, нахуя, ты начинаешь плевать страну, в которой у них живет говно, говорить что-то про историю, и еще нет, правда, себя вести. Ты не понимаешь, блядь, но если он говно, блядь, по сути... А что тебе высказать надо? Ты какой-то политический деятель, что ли? Что ты так высказываешь? Президент 20 лет не меняется, охуенная страна, молодец. А что в твоей стране хорошо меняется? Президент. Все? Это все, что меняется, блядь? Мы в НАТО, в отличие от вас, вступили, блядь, гандоны ебаные. И что? Что тебе... Могли нахуя, я тебе просто забанули просто. Хорошо, а что тебе конкретно дало вступление в НАТО? Тебе, челу, который трясется за пять евро, что тебе дало вступление в НАТО? Ну вот просто скажи, вот тебе пиздюку, что дало вступление в НАТО? Каким образом? Я сижу, живой, здоровый. Я вот сижу, тебя в чан с дерьмом опускают. Я в этом не уверен, блядь. Судя по твоему голосу, ты далеко здоровый, блядь. Не, я-то здоровый. Я ж, видишь, целую нацию или же страну не оскорбляю из-за одного долбоеба какого-то. Я ж не говорю, что литовцы все пидарасы. Оскорбли меня, блядь, на разборку. Ну я тебя могу звук кацапом нахуй ебаным назвать, блядь, а отпинаю где-нибудь в подворотне, блядь, в Вильнюсе. Ты не знаешь, как работает перцовка? Я, я просто не понимаю, зачем... Перцовка делает пшик-пшик по еблу и все. И мир теряется. Связь с ним тоже. На массе, так, сейчас кровь, наверное, что-то... Это чейбальник нахуй, просто колено могу спасти и все, блядь. Да, блядь, ты коленом даже не... Ты метровый шкет, блядь, что ты там снесешь? И поклонник органу к тебе не ударит, потому что... Потому что до них ты тоже не дотянешься, ты метровый никчемный шкет, всратый карлик, блядский, закрой нахуй рот. Ну, слава богу, блядь. Слава богу, блядь, ты карлик, охуеть. Вот это вот радость. Ну, гордись этим. Пиздец, обожаю эту игру за то, несется, во-первых, за 5 евро и говорит, что противоположная страна нищая. Второе, это то, что... Ну, блядь, этого уже достаточно, понимаешь? Он тут кричал, что, блядь, это что, снятие? Это ж 350 рублей, пиздец. Не, я понимаю, конечно, у каждого разное мат положение. У каждого разные достатки, у каждого разные расходы. Кто-то в ебанутой стране живет, а кто-то нет, например, блядь. Поскольку что это хуйню, блядь, купил на себя за 120 рублей, блядь. Где ты нахуй, гандон, ебаный, сука? 120 рублей, сколько в ебану будет? Ты, получается, нищий. Ты иди ты нахуй! Блядь, в смысле, иди нахуй работать, нищий. У него охуенная настолько страна, что я о ней вот услышал вот сегодня, понимаешь? Я в телеке так не слышал часто об этой стране, как вот от этого долбоеба. Я о Литве, я тебе честно скажу, я о Литве слушаю раз в четвертую-пятую жизнь. Да, я понимаю, что она существует, блядь, эта страна. Я понимаю, что она существует, то, блядь, я не больше от него услышал, чем вообще в жизни. Я разговаривал, в отличие от тебя, сука, на двух языках, блядь. Гандон, сука, ебаный, блядь. Мамат кунем, мамат кунем. Понимаешь, блядь, я тебя в рот ебал, сука, гандон. Кацап, ебаный, блядь. Мамат кунем, мамат кунем. Успокойся, в Яндекс-переводчик, блядь, зашёл, сука, на литовском, блядь, написать, долбоюб. Это армянский, ебанат. Я тебя на чурчхелу, нахуй, пущу. Ну, чё вы смотрите со мной, блядь, блядь, блядь? Тут со мной стоит El Primo. Я извиняюсь. El Primo? Ну, да, ну, это мой троюродный бранд, брат в переводе с испанского. Это я уже на трёх языках могу говорить. Охуеть, да? Ядерным оружием по 8 тонн, блядь, правда? Что ты за хуйню несёшь про ядерное оружие? Это разночка. Там мужико страна, у ебанов, лёбаных, блядь. Как ты это понял? Ты с каждым россиянином разговариваешь? Нет, я разговаривала со многими россиянами. Со многими, но не со всеми? По крайней мере. По крайней мере, у россиян есть вот часть долбоёбов, есть часто адекватных людей. Есть часть долбоёбов среди любой нации, держу в курсе. Тебе от силы лет 12-15, не больше. Мне 13 лет, блядь. Ну вот, я говорю, 12-15, не больше. 13 попадает, диапазон от 12 до 15. Ты бы хоть немного в школе бы логику, наверное, подучил и разогнал. Я сказал, от 12 до 15. Чел играет на русском серваке, на российском серваке, понимаешь? И его не устраивает страна, блядь. Нахуй ты тут играешь. В отличие от меня, он разговаривает на двух языках, когда я разговариваю на трёх. Блядь, ну это просто пиздец, нахуй. При чём тут Россия? Блядь, я на одном языке разговариваю куда внятнее лучше, чем он на двух. Так, пойду я этого еблана сниму, нахуй с админки. Так и знал, надо будет зайти. Охуенно крутой богатый чел в инентаре. Три випки. И дюб... Дупликатор на месте. Да, он богатый чел, ребята. Вы все понимаете, все, кто меня смотрят, с его слов, нищие уроды. Да. Ну, как бы... Понимаю. Всё. Забанен. Неадекват. Он там, говорю, что он калаш купил, да? Ну, калаш и оставлю. Нахуй ему здесь донат нужен, ребят, вот скажите. Он же ебануто, он неадекватный. Он сидит на русскоязычном стерваке и играет. И, считайте, оскорбляет всех, кто тут играет. Потому что, ну, большинство аудитории у нас русскоязычные люди. Люди, причём, да. Представляете? Охуеть. Каждая нация это люди. Любая. Хуёвые люди есть. Плохие. Люди, в которых сочетаются плохие, хорошие качества, да. Бывают и такие. Я ж не сижу сейчас, не говорю даже, блядь, из-за этого чела все литовцы пидорасты. Пидорасты. Хотя, будь я таким дураком, как он, 12-летним ебанатом, возможно. Но, не, я в 12 такой хуйней даже не занимался. У меня в 12 компания была, ребят. В общем, остался у него калаш и три випки. Полный набор джентльменский собран. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...